Дневной разворот Вера Каратаева, руководитель волонтерской службы Региональной общественной организации Родители детей и инвалидов Дорогой Добра Вера, добрый день И Ольга Шебека, специалист по связям с общественностью Региональной общественной организации Родители детей и инвалидов Дорогой Добра Добрый день Наши гости, наши друзья И для наших друзей Которые сейчас в студии находятся Которые нас слушают И для всех, кто не считает себя нашими друзьями Мы сообщаем, что программа Разворот со слушателями подразумевает что мы принимаем ваши звонки в прямом эфире. А программа «Дневной разворот», к сожалению, не позволяет нам в прямом эфире принимать звонки, но вы можете звонить и нашим продюсерам, и они будут передавать ваши истории. Если они будут к месту, то мы их будем озвучивать. В общем, это довольно оперативно происходит благодаря средствам связи и компании Google. Это не реклама. Да, действительно. Смотрите, в Кирове пройдут волонтёрские выходные. И у нас есть информация по этим волонтёрским выходным. И, собственно говоря, мы уже неоднократно в этой студии, когда приходят наши гости из «Дорога и добра», рассказываем, кто такие волонтёры, что они из себя сейчас представляют, что для них могут делать представители организации «Дорога и добра». И, собственно говоря, мы продолжаем этот разговор. Это очень важно понять, что такое волонтёрское движение и как волонтёры. Какие волонтёры нужны, как волонтёры могут свои силы применить для помощи и взаимодействия с детьми, с особенностями развития. Вот сегодня этому и будет просвещена наша очередная программа. И давайте сразу с места в карьер расскажем о том, что будет происходить 5 августа с 12 часов в шахматном домике Александровского сада. Очень классное место Вы выбрали. Спасибо, коллеги. Лето продолжается. Приятно, что на открытом воздухе. Можно с пользой и приятно провести время. Итак, что пройдёт 5 августа с 12 часов в шахматном домике Александровского сада? Воскресенье в 12 часов. Мы всех гостей города, всех жителей города, всех, кого интересует, кто такой волонтёр, что такое волонтёрское движение, приглашаем в шахматный домик. Это достаточно уникальное мероприятие, уникальный формат по поиску волонтёров, по рекрутингу волонтёров. Когда в такой камерной обстановке под прекрасную хорошую музыку волонтёры, все желающие стать волонтёрами, или те, кто мимо шёл и услышал что-то, это очень интересно, и захотели остаться и послушать поподробнее об этом, смогут в такой атмосфере хорошей музыки и приятной душевной беседы узнать о волонтёрах, узнать о том, где и как они могут помогать, и что вообще, собственно, для этого нужно сделать. В 12 часов у нас начало, будет музыкальная часть, и все, кто желают, зарегистрируются на мероприятия. Ну а в 12.30 я, как представитель организации «Дорога и добра», и Алексей Блинов, наш партнёрский, мы совместно проводим мероприятие, это региональный ресурсный добровольческий центр. Например, мы как раз расскажем о том, как у нас в городе можно стать волонтёром, что для этого нужно и где очень требуется помощь как раз волонтёров. Продолжаем разговор. Из чего будет состоять программа? Программа эта, я уже сказала, что будет музыкальная группа, потом будет выступить Алексей Блинов, он расскажет о том, кто такие вообще волонтёры и в чём вообще суть волонтёрской работы. И далее расскажу я о том, как помогать нашей организации, о том, что формы помощи у нас абсолютно разные могут быть. Это и дистанционные, когда люди могут помочь с помощью профессиональных каких-то навыков, волонтёры пробона, это журналисты, фотографы, видеооператоры. Пробона – это бесплатно? Бесплатная профессиональная помощь, да, на волонтёрских началах. Юристы часто так работают, пробона, да. Но у нас большая часть волонтёров пробона – это фотографы и журналисты, такая хорошая у нас дружная команда. Волонтёры на событиях, событийные волонтёры помогают нам в организации мероприятий, а также могут сами создать какую-то свою активность, там, квартирник, концерт, флешмоб, неважно. Это будет в пользу нашей организации, информационную или финансовую помощь будет оказана. Это тоже неважно, главное то, что у людей будет интерес, желание как-то помочь нашей организации. Ну и самая важная часть, собственно, ради чего мы вообще всю эту историю создаём – это волонтёры, которые будут помогать нам в проектах. В нашей организации сегодня существует два, две формы, два проекта – это дети в семье и дети вне семьи. И волонтёры работают в этих проектах системно. То есть мы этих волонтёров, кроме того, что ищем, мы их очень-очень много и качественно учим, и далее сопровождаем на протяжении всей их работы. Волонтёры в семье – это волонтёры, которые сопровождают детей в центре «Дорога и добра». Вот сейчас у нас как раз реализуется грант – проект «Волонтёры детям. Комплексная подготовка волонтёров» для сопровождения детей с инвалидностью. Он появился благодаря конкурсу проектов поддержки социальных инициатив местного сообщества «Время Созидателя». Вот как раз уникальность этого проекта в том, что мы, когда сформируем команду волонтёров, стабильно работающую, мы их очень серьёзно будем учить. В ходе подготовки волонтёры получат тренинги по командной работе, личностному росту, и от ведущих специалистов не только Кирова, но и даже России получат инновационные знания по сопровождению детей с инвалидностью. Это вот в том числе мы привезём специалистов из Питера, из школы «Каритес» по сопровождению самых сложных детей, по сопровождению самых тяжёлых детей. Вера, у меня вот такое уточнение. Я понимаю, чем занимаются волонтёры, вы говорите, с детьми вне семьи. То есть, я так понимаю, это вот ваше сотрудничество с Мурыгинским детским домом «Родник», да, когда вы приезжаете туда. А вот волонтёр, который работает с семьёй, чем он занимается, его функционал? То есть он должен на какое-то время, может быть, освободить маму-папу, да, или это просто вот маме-папе некогда, например, какие-то специальные знания получать, и тут им на помощь приходит волонтёр, которому вы эти знания дали. Как это взаимодействие выстраивается? Волонтёры в проекте «Дети в семье» — это волонтёры, которые сопровождают детей на занятиях в Центре. На сегодняшний день, на прошлый учебный год, у нас волонтёров было 38 человек. Поскольку количество семей у нас всё растёт и растёт, мы заканчивали учебный год 260, семей приходили к нам на постоянные занятия. А я помню, когда только центр открывался, планировалось 130 — это максимум, максимальный момент. То есть у вас уже в два раза больше превышено. Да, и очередь всё ещё велика, на будущий год будет семей ещё больше. Вот сейчас уже формирует у нас Елена Лянгузова расписание, и мы уже опять не входим ни в какие кабинеты. Детей много, и штат педагогов у нас всё ещё достаточно небольшой, и специалисты ведут занятия, а волонтёр — помощник ребёнка и педагога. То есть он помогает ребёнку на занятиях находиться в структуре, удерживаться, оказывает ему поддержку и физическую, и эмоциональную. То есть если дети, например, не в состоянии самостоятельно передвигаться, или у них нарушение зрения, или слуха, то волонтёр — это, естественно, его помощник. То есть это личный помощник во время занятий, который сидит рядом с ребёнком и помогает ему по максимуму воспринимать то, что даёт педагог. Правильно? Ну, помощник — вообще достаточно хорошее правильное слово, но на самом деле это всё-таки уже друзья. Потому что те отношения, которые выстраиваются между волонтёром и его подопечным, это очень тёплые, очень тесные взаимоотношения. И как раз для того, чтобы вот эта дружба была достаточно эффективной, то есть для того, чтобы волонтёр был успешен в своей волонтёрской работе, ему как раз нужны вот эти знания, те, которые мы им даём до того, как он начинает работать с ребёнком. Иначе даже игре с особенным ребёнком надо учиться. Надо учиться разговаривать с человеком, который не пользуется речью, надо учиться находить с ним общий язык, надо знать, что иногда ребёнок может вести себя по-разному, и это не от того, что он плохо воспитанный, или что он какой-то вредный или ещё какой-нибудь. То есть вот эти все знания по особенностям и по особенностям сопровождения детей мы стараемся дать до того, как человек начнёт свою работу, чтобы он потом в своём волонтёрстве был успешен, уверен, и ему было как минимум не страшно. 38, вы сказали, сейчас, да, волонтёров работают? Это было на конец учебного года, да. Сейчас у нас каникулы, и с 1 сентября мы рассчитываем, что у нас волонтёров будет 50 человек, команда. Это исходя из того, сколько будет у нас групп, сколько будет детей. Это оптимальное количество, нужное нам количество волонтёров. Прервёмся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями из Организации родителей детей-инвалидов «Дорога и добра» Верой Каратаевой и Ольгой Шибека. Продолжаем разговор с нашими гостями из Организации родителей детей-инвалидов «Дорога и добра» Верой Каратаевой и Ольгой Шибека, и напоминаем, что 5 августа в воскресенье в 12 часов в шахматном домике в прекрасном нашем Александровском саду пройдет волонтерский пикник. Это такой камерный, как вы обозначаете, праздник, очень приятные слова, на свежем воздухе с добровольческим уклоном. Туда могут прийти все желающие понять, как можно поучаствовать в жизни детей с особенностями развития. И я все-таки понимаю, что это могут быть люди, у кого в семье, например, такая история происходит, или был опыт когда-то, или люди, которые просто хотят помочь в этой истории, понимают, что их сердце, их душа этого просит. Хорошо бы, конечно, чтобы это были люди с какими-то уже данными знаниями, компетенциями. Вот вы говорили, что журналисты и фотографы, но не обязательно, совершенно не обязательно. И я бы хотела как раз сейчас спросить, Оля, кто эти люди, 38 волонтеров, которые с вами работали в прошлом учебном году, кто эти люди, что они из себя представляют, какого они возраста, мужчины или женщины? Вы знаете, мы пытались сделать социальный такой портрет нашего волонтера и поняли, что это очень трудно сделать, потому что они все разные. Это и школьники, старшеклассники, и люди предпенсионного и пенсионного возраста. Это и мужчины, и женщины. Наоборот, надо сказать, и женщины, и даже у нас есть мужчины-волонтеры. Это нас очень радует, потому что... Их меньше. Их меньше, да, но когда, допустим, взрослый ребенок, достаточно взрослый ребенок, которому тяжело двигаться, мужская помощь здесь незаменима. Это вообще студенты спортивного факультета, технического университета, это нас очень радует. Вот эти люди точно помогают, наверное, в процессе, когда нужно перенести или что-то тяжелое поднять. А бывает так, что приходят пары на волонтерскую работу? Семьи. У нас есть очень интересная история, семейная на самом деле. У нас есть педагог по ИЗО, и она у нас как педагог работает, а ее муж, он волонтер. Втянулся в эту работу. Да, Вера? Да, у нас есть еще одна семья, которая работает уже очень давно с нами. История начиналась с того, что мама позвонила и попросила взять волонтером ее сына. Я сказала, давайте сын придет сам, если он захочет, то мы пообщаемся с ним, познакомимся и возьмем его к нам волонтером. Очень долго она настаивала, она звонила, штурмом буквально брала меня по телефону. В итоге мы встретились, и сын Артем прекрасно уже работает у нас больше двух лет волонтером. И в прошлом году присоединилась и мама тоже. И это замечательная вообще у нас волонтеры, замечательная семья, мы их очень любим. У нас прям такой получился семейный подряд из волонтеров. Сын сопровождает на малышах волонтер, а мама на больших ребятах, на взрослых. Сколько обычно ребят сопровождает один волонтер? Чаще всего это один на один, потому что очень часто бывает так, что тот ребенок, которому требуется сопровождение, это, которому, как это сказать правильно, ему больше всего требуется как раз помощь, опора и поддержка. Но бывают случаи, когда волонтер и на группе, ну они такие уже, ребят, например, уже к середине года включились, адаптировались, если волонтер уже помогают, например, на группе ребят. У нас так получается, что малыши, когда они от детей, от родителей дистанцируются, после трех лет, до трех лет у нас с родителями занятия, после трех детей дистанцируем. И тут, конечно, чаще всего нужен один к одному практически, потому что ребята очень сложно удерживаются, каждый без своего помощника. Но чем старше группа на задаче стоит, тем меньше требоваться должно волонтерской помощи. Группа должна держаться самостоятельно, и только уже в самых сложных ситуациях у ребенка есть свой помощь. А у вас есть планы по выходу волонтеров с сопровождением детей в учебные заведения, в детские садики, в школы? Тут ситуация осложняется тем, что у нас очень много подопечных, и если мы начнем персональных подопечных еще давать в какие-то другие учреждения, то каждая семья может такого подопечного попросить, мы просто не охватим. Мы стараемся сделать так в учреждениях, особенно образовательных, вообще-то закон об образовании предполагает выделение ставок в самом учреждении. Наличие так называемого тьютера. Да, тьютера или сопровождающего ассистента, да. И мы стараемся добиться, чтобы они появились в самих учреждениях, чтобы они там сопровождали ребенка. Тьютер — это вообще педагогическая специальность, это нужны специальные знания, специальное обучение проходить, учиться именно на тьютера. А у нас волонтеры, вот когда мы говорили про социальный портрет, я хотела еще сказать, что они из очень разных сфер к нам приходят. Кто они в обычной жизни, это очень разные люди. А вот интересно, Оля, кстати, или Вера, может быть, расскажет. Да, волонтеры у нас очень-очень разные товарищи, от этого очень приятно. Например, у нас есть руководитель компании «Меховой», работает волонтером, сопровождает детей. Есть батюшка, настоятель храма, это как раз вот муж у нас, у одного из педагогов. Есть волонтеры, у которых есть свой бизнес по помощи, там, коммерческие заведения по помощи детям, а к нам они приходят волонтерами. Очень разные волонтеры, очень интересные, и каждый уникален по-своему, каждый ценен вот этой своей уникальностью. Мне вот сейчас кажется, что вообще волонтерская работа, в том числе и работа волонтерская у вас, а может быть, в первую очередь работа волонтерская у вас, это хороший такой опыт, и вообще даже плюсик, может быть, вот в книжечку, да, и в биографию свою. Для студентов, которые готовятся по социально ориентированным специальностям, мне кажется, что курсы со второго вот этих ребят вполне можно вовлекать. И это для них хорошая такая практика учебная, прям вот они в зачетку могут даже себе какую-то запись получить. Да, у нас есть волонтеры именно профильных специальностей, они к нам приходят не только, чтобы пройти практику, они остаются с нами там на год и дольше. И есть примеры, когда приходили люди студентами волонтерить, заканчивали вуз и становились нашими педагогами. Несколько педагогов у нас выращено вот таких вот. У нас, да, есть вообще негласное правило в организации, что до того, как человек становится сотрудником в нашей команде, педагогом или в рабочей группе, он сначала у нас около года работает волонтером. Это хорошее такая, мне кажется, это замечательное правило, это время как раз посмотреть, а подходим ли мы этому человеку в качестве его будущего работодателя или его будущей команды, а подходит ли нам человек по каким-то идейным соображениям, по философии внутренней. Это очень хорошая проверка вообще, а готов ли человек безвозмездно работать, в том числе не только ради карьеры, новых знаний, навыков, но и вообще ради идей, помощи ребенку с особенностями развития. Поэтому мы ее активно практикуем, и все наши сотрудники, будь то педагоги или рабочая группа, изначально были волонтеры. А чиновники у вас есть в качестве волонтеров? Я не знаю, может быть... Чиновников у нас нет. Но мы с радостью ждем всех в воскресенье, всех чиновников, и мы им расскажем, как они могут стать нашими волонтерами. В это воскресенье, 5 августа, в 12 часов в шахматном домике Александровского сада пройдет волонтерский пикник. И еще раз нужно сделать акцент, что это будет не какая-то бу-бу-бу лекция. Это не история про давить на болевые точки. Нет, совершенно нет. Это будет действительно такой праздник на свежем воздухе с добровольческим уклоном, как вы говорите. Могут прийти абсолютно любые люди, которым интересно собственное какое-то самосовершенствование, может быть, саморазвитие, и у которых есть ресурс, которым они могут поделиться с другими людьми. В данном случае с людьми, которые являются детьми с особенностями развития, детьми инвалидами. Поэтому, пожалуйста, приходите в 12 часов в Александровский сад. Я знаю, что, коллеги, вы всегда умеете устраивать такие мероприятия так, чтобы они не затягивались. Вот так, как у вас спорт во благо история, когда за два часа можно в субботу радостно в то же время применить свои силы на благотворительной какой-то основе. Получить множество эмоций, но при этом не потратить на это весь день, условно говоря. Хорошие дела. Вот здесь как у вас, в каком режиме это будет строиться? Я думаю, что тоже не больше двух часов, потому что мы стараемся давать информацию сконцентрированную, основную, простую и понятную. Мы тоже не видим смысла, зачем всё это утягивать. Самое главное, у нас у всех свои семьи, которые в воскресенье нас будут очень ждать с пикника. Ещё такой вопрос. То есть вот мы немножечко поговорили, да, вот я поняла эту разницу, которой на самом деле, по-моему, нет между сопровождением семьи и сопровождением ребят из интернатов, да. Но вот смотрите, на ваших занятиях волонтёры сопровождают это всё понятно. Но вы же ездите вот в детский дом в Мурыгина, и я так понимаю, что вы к ребятам выезжаете сами. Они были у вас несколько раз, я знаю, да. Но вы ездите и туда к ним. Туда тоже ездят волонтёры, и должны они там быть, потому что там детишек ещё больше, чем у вас. Ну, всего в интернате в Мурыгина, наверное, побольше, но мы занимаемся только с ребятами из отделения милосердия. Это примерно 100 подопечных. Это самые сложные ребятки, да? Ну, вот с точки зрения диагнозов, возможной реабилитации там и всего остального. Да, это ребята с тяжёлыми множественными нарушениями. Это значит, что у человека более одного поражения глобального. То есть это двигательные нарушения, у всех ребят умственные задержки. И очень много из ребят, конечно, не ходят. Вот первый этаж, это ребята не ходят. Там второй, третий этаж есть, ребята двигающиеся. Вот. И мы начинали с того, что вообще просто брать ребят на прогулку полтора года назад, потому что они находились на втором этаже, и воспитателей у них не было. Очень сложно было их вообще на прогулке выносить. Вот. Мы решили, что мы можем это взять, мы можем помочь в этом, и стали брать ребят на прогулки и на занятия, проводить занятия, такие же, как в центре. Что сейчас произошло, даже до сих пор у нас у всех не очень укладывается в наше сознание, что неужели за полтора года можно так изменить всё. Ну, в сотрудничестве с Министерством соцразвития и с директором интерната, директор поменялся, Алексей Николаевич пришёл очень включённый. Алексей Рачков. Да, директор интерната. И вот совместно министерство пошло нам во всём навстречу. И вот благодаря такой троиственной работе получился очень большой сдвиг. Сейчас дети все находятся в группах, в малокомплектных группах, у них у всех есть личные вещи, одежда. Мы стараемся, чтобы у каждого был свой волонтёр. По факту получается, что у волонтёра два, у кого-то один, а у кого-то два подопечных. И тут тоже выстраиваются такие длительные отношения, когда волонтёр — это хорошая зона ответственности. Вот у меня один подопечный, вот я с ним занимаюсь, я стараюсь, чтобы он развивался, формировать у него какие-то навыки, находиться в тандеме, в работе вместе с воспитателями интерната. И сейчас, конечно, ситуация отличается кардинально от того, что было полтора года назад. И мы этим очень благодарны и министерству, и директору, и тому, что сотрудники все повернулись лицом и захотели эту ситуацию менять. Ещё такая вот у меня сейчас мысль возникла. То есть мы говорим сейчас о непосредственной работе волонтёр-ребёнок. Но у вас в центре ведь есть потребности и в других, скажем так, специалистах. Но прежде всего с точки зрения моральной не все, может быть, осознают, что готовы сейчас работать с малышом с особенностями развития. Но помощь-то может быть разной. То есть мы говорили о том, что журналисты, фотографы, потом у вас наверняка есть какие-то потребности перевезти что-то куда-то, что-то привезти, ещё что-то. Вот в этом смысле даже помощь человека с машиной, наверное, иногда бывает необходима. Да, мы вообще рады всем. И чтобы стать у нас волонтёром, Вера, я немножко за тебя расскажу, надо заполнить анкету, где человек как раз указывает, как и чем он может помочь, с какой периодичностью, как часто, как сильно он может включаться в эту работу. И там, конечно, есть очень разные варианты. И водитель, и творческие какие-то специальности. Нам можно прекрасно помогать, сидя дома и делая какие-то поделки своими руками. Мы часто проводим благотворительные ярмарки, когда обмениваем поделки наших подопечных, родителей и рукодельниц города на пожертвования в поддержку нашего центра. Это тоже замечательная помощь. Мы уже начинаем думать о том, что Новый год не за горами. И у нас с каждым годом количество ярмарок увеличивается, потому что мы нашим партнёрам, компаниям тоже предлагаем провести ярмарки для сотрудников. И большую ярмарку общегородскую мы тоже всегда организуем новогоднюю. С каждым разом это всё масштабнее и масштабнее происходит. Поэтому поделки мы вот с сентября уже начнём просить и принимать. Это очень важно. У нас стоит замечательный совершенно колокольчик, голова волка, который на ваш приход с этими поделками отреагировали очень многие. Это мои подписчики в Фейсбуке, когда мы вкладывали эти фотографии уникальные. При этом среди них были владельцы достаточно крупных бизнесов, для которых было открытие, что такое вот есть. Я надеюсь, что кто-то может позвонил после этой нашей программы. Пока нет. Нет, сделаем, значит, ещё одну. И не одну, а больше. Я напомню просто, да, что вот это прекрасный совершенно способ найти для своих друзей иногородних, если ты едешь куда-то в гости, и тебе нужны подарки, это прекрасный способ найти для них вот сувенир такой с душой. Действительно, сделаны вятки, сделаны руками детей. Я тебе должна сказать, я ездила, когда вот в прошлом году в Америку, да, и там принято дарить спикерам выступающим какие-то небольшие сувениры после того, как они лекцию свою заканчивают и заканчивают отвечать на вопросы. И люди, которым дарились вот ваши магнитики, да, с детскими рисунками, они просто менялись в лице. И мне уже потом рассказали, что на самом деле американцы, которые работают в сфере вот общественных каких-то, да, активностей, они очень любят такие подарки. И мне кажется, что и в России люди любые совершенно, они будут таким подарком рады, потому что это не штамповка какая-то фабричная, никого сейчас обидеть не хочу, да, а это действительно вещь, которая индивидуально сделана. Ну, хороший вопрос. Вот, например, нас сейчас слушают люди, а где, собственно говоря, взять-то всё это? Надо позвонить, написать, прийти ногами в наш центр. У нас стеллаж в мастерских с поделками, с образцами представлен. Роза Люксембург, 68А. Это перекрёсток Розы Люксембург, улица Карла Маркса. Прервёмся на полтора минуты, у нас реклама, и продолжим наш разговор с нашими друзьями. Из центра родителей детей и инвалидов «Дорога добра». Итак, в эти выходные, конкретно воскресенье, в 12 часов дня в шахматном домике в Александровском саду пройдёт волонтёрский пикник. Все, кто думает о том, что, может быть, ваш потенциал может быть применим для помощи детям с особенностями развития, могут туда прийти и приятно использовать, провести время, так скажем. Потому что будут замечательные совершенно сотрудники Центра организации родителей детей и инвалидов «Дорога добра». Вот представители регионального ресурсного центра по развитию добровольчества, когда они вообще расскажут о том, что это такое и как это развивается. Сейчас, Светлана? Да, совершенно верно, потому что они являются партнёрами этого действия всего. Центр социально-психологической помощи тоже в качестве партнёра будет присутствовать. Очень радостно, что популярная в Кирове сеть кафебаров «Кофелайк» поддерживает эту историю. Вот это правда, когда ты говоришь о таких вещах, втягиваются разные не только структуры официальные, чиновничьи, административные ресурсы, а когда сюда подтягиваются представители малого, среднего и большого, какого угодно бизнеса и общественных организаций, и просто люди всегда нужно, я считаю, об этом рассказывать, называть. Это прям здорово-здорово. Чем больше такого будет, тем лучше. Итак, 5 августа, 12 часов. Мы, наверное, должны несколько слов сказать о том, что предстоит ещё в августе месяце центру нашему любимому, который находится на Розе-Люксембург, это пересечение Розы и Карла Маркса. У вас предстоит... Ну, почти пересечение, да. Чуть-чуть вниз. Чуть-чуть вниз. Ближе к реке. Напротив, в 10-й школу, так скажем. Все ориентиры дали, мне кажется, уже все. У вас же предстоит снова большое открытие. Да, опять и снова мы будем открывать наш центр. Но сейчас мы, наконец, будем открывать его весь целиком. Мы закончили ремонт. У нас последняя часть оставалась, это служба ранней помощи. И нам очень сильно помогла компания АТ-Плюс, Кировское отделение по АУТ-Плюс. Они нам дважды уделяли финансирование на ремонт. Сначала на ремонт, а потом на оборудование этого центра. В одной из комнат у нас, во всю комнату стоит спортивный комплекс. Он называется дом с Савы. Это очень нужная и важная вещь. Кто хочет, может зайти в интернет и на ваш сайт и просто посмотреть, да, как это выглядит. Это, конечно, потрясающе. Вот я в таких случаях жалею, что у меня не очень большая квартира. Я бы у себя дома даже такое сделала. Ну, мы когда с сотрудниками устаем, голова уже перегружается. Просто мы идем туда на эти качели и подвесы, отдыхаем немножко. Да, мы в конце августа сделаем такое большое открытие торжественное. Мы постараемся пригласить туда руководство нашего региона и города, чтобы показать, что есть в регионе, чем на самом деле, ну, нам кажется, можно гордиться, что можно показывать гостям. У нас уже был, допустим, и секретарь общественной палаты Российской Федерации, Валерий Фадеев в гостях, тоже ему все очень понравилось. И хотим, чтобы они понимали, что мы не просто так это помещение попросили, оно не простаивает, в нем ведется работа, вот в каком оно сейчас виде, вот наши дети, то есть показать. И потом, конечно, мы пригласим наших друзей и партнеров, с которыми нам вообще все это удалось поднять и сделать, потому что просто хотим сказать им большое человеческое спасибо. Без них мы бы ничего не смогли. Ну, мы, конечно, обязательно попросим сделать наших коллег вас, то есть большую компиляцию фотографий с объяснениями, вот такую обзорную экскурсию по центру. Если вы не возражаете, выложим на сайте хакирова.ру для наших слушателей и читателей, которые, ну, ленятся сами по интернету, ходите сразу на сайте на нашем, на Эховском, будет все идти. Если вы, коллеги, не возражаетесь, сделайте это, пожалуйста. Да, мы мечтаем сделать коллажи такие, было-стало, чтобы, ну, видно было прям, в чем отличие. Да, вот, и мы это обязательно выложим, и, конечно, сделаем анонс в эфире для того, чтобы все, кто кого-то интересует темы, зашли и посмотрели, да, и оценили своими глазами, оценили, что, собственно говоря, происходит. Вот, при открытии центра, раз он открывается целиком, накануне 1 сентября, вот вы сказали отделение ранней помощи, да, что это будет значить? Это дети с какого возраста смогут заниматься в центре? У нас и так занимаются в центре дети с рождения и до 18 лет. Ранняя помощь – это от рождения до 3 лет. Просто раньше мы оставляли малышей на Егоровской, в старом помещении нашего центра, потом они какое-то время занимались вот в залах для более старших ребят, а это помещение специально для них мы делаем. Там очень маленькие уютные комнаты, там всё такое камерное, комфортное, там для малышей в низенькие столики стульчики, по стенам висят вот бизи-борды, которыми они могут себя занять. Чтобы рисовать что-то. Да-да-да, там есть у нас грязная комната. О, боже, что это? Да, это когда дети, малыши, они же рисуют, так они зарисовывают. А, то есть можно вот там можно на стенах рисовать? Ногами, головой, руками и всем. Главное, что можно рисовать на себе, а потом всё это смывать. Мы там даже душ поставили, потому что у детей всякие разные ситуации бывают. Есть пеленальный столик, конечно же. И там будут самые маленькие ребята получать помощь, и их родители. И даже мы ведь помогаем до момента рождения ребёнка, оказываем психологическую консультационную помощь тоже. Это очень важно. Маме, когда она понимает, что может родиться малыш с особенностями, да? Да, верно. Они могут, родители, прийти в Центр, погрузиться в эту среду, понять, что все коммуницируют, жизнь развивается, дети, родители улыбаются и очень-очень активно участвуют потом вот просто, в принципе, в социальной жизни. Вот, кстати говоря, у вас открытый аккаунт у всех сотрудников Центра, и вы показываете, как вы с собственными детьми отдыхаете и совместно, и отдельно с семьями. И вот история про просто семейный отдых, да, вот когда вы со своими детьми куда-то едете, неважно, в соседний город, на соседнее озеро, или там на море. Вот это такая прекрасная летопись семьи, которая показывает, что нет закрытости, нет запрета, нет ставень, заборов, нет необходимости запираться в своей квартире и горевать. Есть все совершенно сейчас возможности для того, чтобы жизнь открыта, жить в этом обществе, и себя принимать, и своего ребёнка принимать, и вас будут тоже принимать. Вот это вам, девочки, большое спасибо, что вы это делаете. Вам спасибо, что так это прям артикулируете, нам очень важно слышать такие слова. Ну и ещё была у вас такая задумка, мы об этом упоминали несколько раз, уже переходить к работе в связи с тем, что дети ваши вырастают, переходить к работе с детьми, уже подростками и старше. Там тоже свои серьёзные особенности. Там уже профессиональная даже идёт такая ориентация ребяток, чтобы они могли получать какие-то знания, какие-то навыки, которые им во взрослой жизни пригодятся. И вот этот тот проект, который мы уже освещали, это творческие мастерские. Да, на самом деле творческие мастерские – это то место, где дети получают предпрофессиональную подготовку. Очень важная часть работы – это развитие социально-бытовых навыков, чтобы ребята были как можно более самостоятельны в своей взрослой жизни. Это навыки общения, коммуникации и со сверстниками, и с взрослыми людьми. Но, наверное, мы можем сказать, наверное, что мы планируем развитие наших мастерских для более старших ребят, которые могут немножко больше уже, чем это могут дать наши мастерские. Вот у нас сейчас центр на Егоровской маленький старый освободился. Мы всех уже перевезли на Розу. Вам помещение это оставили? Пока никто не отбирает. И мы очень мечтаем открыть там полиграфическую мастерскую, чтобы ребята уже, правда, готовились к будущей работе. Потому что полиграфическая мастерская – это очень много разных операций, которые для каждого ребёнка можно подобрать, то, что будет ему по душе и по силам. И то, чем он сможет зарабатывать на жизнь, что немаловажно. Да, приведите пример. Я не очень понимаю, как это всё. Ну, например, сначала дети рисуют. То есть это дальше полиграфическая и террографическая мастерская. Например, они нарисовали рисунки, а потом кто-то из ребят или, допустим, педагог или специальный дизайнер сделал из этих рисунков календарь, и мы этот календарь в этой же мастерской отпечатали, и потом подарили своим друзьям-партнёрам или предложили купить в качестве подарков нашим друзьям-партнёрам. Социальное предпринимательство уже практически. Правда, ведь там достаточно много таких историй. Потому что полиграфическая мастерская – это не только календари, это замечательные футболки, одна из которых вот сейчас надета на вере. У меня есть футболка такая с рисунками ребят. Это вот... Те же магнитики, календарики. Те же магнитики, календарики и прочая такая вот история. И вообще развитие вот такого социального предпринимательства в стране, я дай бог, пойдёт всё-таки уже семимильными шагами, потому что вот осенью, я знаю, что у нас появится специалист по социальному предпринимательству в одном из ведомств нашего региона. Я знаю, что, в принципе, уже готовятся законы, законодательная база будет меняться в этом смысле. Но это отдельная такая история, но это тоже такая очень важная история, потому что как раз социальное предпринимательство, оно подразумевает, что предоставляются рабочие места людям с особенностями развития, и сам продукт, который социальными предпринимателями производится, он тоже каким-то образом позитивно влияет на развитие нашего общества. Это могут быть эко-продукты, или может быть просто, опять же, задействование широкого круга людей, которых вроде бы в обычных обстоятельствах в обычном бизнесе трудно задействовать. Очень хочется, чтобы это тоже очень активно развивалось. А у вас так это всё эволюционно развивается. Да, мы растём. Вы растёте вместе с вашими детьми. Так я хотела сказать, что мы опять и снова ищем партнёров. Мы закончили ремонт на Эрозе, и теперь всё равно там было всё для маленьких на Егоровской сделано. Теперь нам надо переоборудовать полностью заново весь центр, и закупить оборудование для полиграфической мастерской. Ну, в общем, у нас безостановочный процесс. В общем, у девочек история такая же, как у меня с ремонтом. Он никогда не заканчивается. Ну, вот в отличие от девочек, Аня не просит помощи в ремонте своей квартиры? Ну, у меня маленькая она просто. А этому центру нужна помощь? Я сама справляюсь. Какая конкретно помощь нужна полиграфической мастерской? Либо прямые пожертвования, либо заказы. Мы всегда рады заказам. И у нас есть уже... Газы это именно на изделия? На полиграфическую продукцию? На керамические изделия, на все изделия, которые вы готовите? Да, на любые изделия, которые может сделать наши мастерские. У нас есть уже два кировских, прямо местных партнёра, которыми мы гордимся. Это компания МИКО, компания натуральной косметики. Второй год уже заказывают у вас корпоративные подарки. Второй раз. Вот они к первому июня заказывали подвески с отпечатками растений, а сейчас они заказали нам сумки с детскими рисунками. Текстильные, да, сумочки? Да, они холщовые. Причём они сказали, нам не нужна профессиональная полиграфия, пусть ваши дети распишут все сумки сами. Ручную? Да, и каждая сумка получилась уникальной. Вот сейчас они уже расписаны все. Я ещё не выложила, правда, фотографии. А я одну видела, а я одну видела в процессе подготовки. Не увлекайтесь, 15 секунд завершили. Прошу. Вот. И вторая компания, это Паут и Плюс. Плюс наш партнёр, они сначала заказали у нас 10 комплектов чайных пар, а теперь ещё думают о том, чтобы заказать травяной чай, который мы каждый год готовим. Наши родители заготавливают в промышленных масштабах. Вы собираете ездить, да? Да, под руководством, под присмотром нашего старшего педагога, кандидата биологических наук. Супер. Да. Супер. Так, спасибо вам, дорогие, за такой вот... Волонтёрский пикник. 5 августа, воскресенье в 12 часов, шахматный домик Александровского сада. Вот вы, если хотите присоединиться к этим замечательным людям, к организации Дорога и Добра, пожалуйста, приходите туда. Это легко совместить с прогулкой просто воскресной, семейной по Александровскому саду. Вера Каратаева, Ольга Шибека. Благодарим вас. Наша программа завершена. Анна Лапшина. И Светлана Занькова. Всем до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!